спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы парк сосновка выборском районе между светлановским и северным проспектами громадное лесное пространство более 300 гектар относительно недалеко от станции метро удельная и политехническая хотя не сказать чтобы сильно рядом возможно самый знаменитый парк санкт-петербурга прямо сейчас и все благодаря спорту сосновка постоянно упоминается в афишах беговых и велотурниров в том числе и в первую очередь бесплатных турниров не далее как в июне сосновка приняла традиционный выборский велофестиваль с основным заездом на 8 километров вокруг парка и более легкими детскими гонками на малые дистанции конечно 8 километров на веломарафон не тянут но для бесплатного мероприятия это уже неплохо помимо гонок там были танцевальные мастер-классы и азотное шоу это такие белые дымы которые часто устраивают на детских праздниках выборский велофестиваль традиционно проходит в июне и делает упор на семейный отдых там всегда множество активностей для детей от организаторов из близлежащих спортивных школ всех видов от фехтования до футбола для бегунов же сосновка одно из главных мест в россии вообще здесь проводятся знаменитые регулярные утренние забеги на 5 километров традиционные для любителей бега всего мира и открытый для всех это не просто пробежать три круга после таких забегов люди знакомятся общаются узнают много нового и необычного заводят друзей и новые компании рядом с вами может бежать капитан дальнего плавания космонавт крупный ученый пообщаться с ним может быть шансом всей жизни кто-то в ходе таких забегов втягивается волонтерское движение спортивное или в целом кто-то становится профессиональным фотографом а может даже художником иногда начинают спортивные карьеры именно в сосновке вам проще всего будет узнать что такое культура бега почему миллионы людей по всей планете каждое утро выходят на пробежку вокруг дома когда могли бы спокойно спать дело не только в хорошей форме или в лишнем весе дело в настроении и в образе жизни бег и велогонки лишь часть спортивной культуры сосновки да неважная и самая известная часть но далеко не подавляющая сосновка большой спорткомплекс под открытым небом который постоянно обновляется только в 2019 году во время масштабной реконструкции здесь были отремонтированы 16 бадминтонных площадок установлены два новых воркаута и отремонтировано 26 тысяч квадратных метров дорожек подходящих для бега здесь есть оборудованные поля для пляжного и обычного волейбола крытый футбольный комплекс теннисный танцевальный борцовский клуб легендарный стрелковый клуб олимпиад с одна из главных баз советского спорта где росли первые олимпийские призеры этот парк воспитал больше олимпийских призеров чем многие огромные города а ведь никакой сосновки могло не быть вовсе до сих пор туристов удивляет как вообще этот первобытный северный лес сохранился посреди городской застройки петербурга сосновку неоднократно порывались застраивать в самом начале 20 века а также по ходу первой половины столетия здесь могли быть дачные участки которые со временем стали бы очередным спальным районом мегаполиса однако каждый раз что-то мешало вырубки леса то революция то война то изменение городской планировки сосновка будто бы охраняла сама себя остались только аллеи которые могли бы стать обычными городскими улицами а стали идеальным местом для бегунов велосипедистов ходоков и просто любителей прогулок в лесу на свежем воздухе украшения и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok